Надеюсь, но это всё равно первые какие-то звоночки. Так. Стрим не спустился по этой площади. Нет, там почему-то стояло Шувалов, кстати. Семь Шувалов. Погнали. Коллега по просмотру кино, ой, по съёмкам в кино. Так. Разменная французская. Уже играли, наверное. Но я не помню как. Взяли. Токировочка. Изолятор. Разменная французская. Борьба. Конь лезет на Е5. И пешка Ф4 надеется его поддержать. Давай с этой ходой. Чтобы чёрный Слонца 8 боялся, дрожал и боялся хода Ф5. Да что ж ты творишь, друг. Чтобы он не смелый скакивал на Е6. Ладно. Вот так вот. А мы так. Взяли, взяли. А мы так. Взяли. И ферзём или пешкой. Как можно больше фигур. Довольно сложное решение. Давайте ферзём. Поактивнее. На Б7 напал. На Ф7 напал. Так. И может быть Ж4, Ж5, Ж6. Давай аккуратненько. А тут ещё хочется добавить Слона сюда. Аккуратненько. А теперь же 4 нельзя, к сожалению. Ну, значит, надо укрепляться. Он может А4 сыграть. Надо укрепляться в центре. Это вдухи базающего к завищем. Может Слона надо будет вернуть. Может быть на Ж5. Чтоб коня прогнать и в Ш6. Не дает водить Слона, не дает мне. Ага. И что делать? Может быть В5 вообще собирать? Так. Вошли. Чтобы Слона на К5. Ага. Там правда Ф6. Вот этот ход может быть неудачный. Потому что Конь, ну, по крайней мере... Так, надо подумать. Нет, Слон Д2 я пойду. Чтобы на Ф6 Конь мог спокойно уйти. А взять я не могу. Вот. С4 пограживаю. Ой! Зевнул. Высоко. Зевнул. Взяли. Взяли. Снова на ваших глазах. Просто оставил под боем. Б7 перешли. Придется брать на Б7. Вот так. Я не хотел... Да, на Б7 забирает. Я этого не хотел. Ну, что же начать забирать все на свете? Вот дела поднялось. Меня-то так меня-то. Не хотелось, а пришлось. Так. И Ф6, Ф4, Д4, шах. Подло. Так, а Ф6 тоже нет. Таким темпом полдовки смахнем. Слон Ц3 и Ф7. Придется так, блин. Придется вот так. Решать эти проблемы. У меня поактивнее ферзь. У меня пешка Ф6 потенциально опасная. И пешка А довольно быстро может побежать. Аккуратненько. Но он пытается контр-играть ладьем. Разменчик. Ф6. Ф6. Разменялись. И ФЖ. Иначе никак. И вот как мне здесь... Уничтожая, думаю. Я не успеваю сыграть ладья А1 и А4. Добротно такая ничья с базар вокзалом. Не успеваю. Ладья С1 все равно ладья А3. Ладья Ф2 все равно ладья А3. Ладья Ф3 и ладья А3. Попробую так. Попробую так. Пешечный у меня по крайней мере выигран. Ладья А3 и А8 это не сзади проходной пешки. Это не так, как надо мне. Но это хотя бы какая-то игра. Понятно, что я хотел по-другому. Но придется вот так. Играть на победу. Король Е3. На король Е5. Ладья А5. Шах. Кстати, на победу кошачек. И на король Д6 я могу, наверное, король... Эти пешки слабы. Надо признать. Д4 пойти, да. На Ц5, разумеется, король Ц3. Шах Ц5. Не брать. Брать нельзя. На Атак. И ладья А7. Пойдем. Ладья А7. Я пригрозил пешке Ф. И короля готов отшаховать назад. Это не такой простой ладейник. То есть... И вот он решает, что поиграет без пешки. Надо было шах, наверное, дать, да. Ну, видимо, он прав. Это самый простой способ сделать ничью черными. А, тут даже не без пешки, он на 2 же еще. И что? Он это будет играть? Серьезно? К сожалению, это никак не... Уже не лечится. Серьезно? Ну, почти. Ну, ничья же. Он не может уйти королем теперь вообще никуда. Давай стоять. А я могу. Ну, ладно. Он может уйти королем, а я могу. Да? Что он творит? Ну, конечно, все равно ничья. Потому что он сейчас будет шаховать. И зачем он это творит? Зачем просто он это делает? Зачем? Ничья. Да, вот такая вот ничья. Ооо, ничья от Мазар Вагдала, моего. Такая стыдноватая, потому что я зевал. Давайте посмотрим. Я несколько раз зевнул. И в итоге 5,5 из 10. И остался всего один. Это где-то лучше было. Вот. Так, маркетинг повлиял. Все нормально. Небольшое возрастное недоразумение. Ну, уже да. Ну, пока небольшое, но оно уже такое частое. Так, скажите, вас сломали заведенным делом, что вы теперь ведете себя по-другому? Мне кажется, на этом это было лучше. Алекс Дорошенко спрашивает. Ну, странный вопрос. А вы перестали пить коньяк в утром? Ну, в чем именно конкретизируйте? В чем именно, я веду себя по-другому. Базар Вагдал оказался точнее меня в этой партии. Я все-таки стримлю, да, у Шувалова я. Да. И я не смог Шувалова обыграть. Ивлений молодец. Так, как жизнь. Так. И привет. Да, 70 зрителей, это уже че-то. Это уже нормально. Вот. Главное, чтобы войны не было. К сожалению, она есть. И это никак от нас не зависит, потому что не мы ее начали. Ну, я разменялся, разменялся еще разок. Ферзь из 7. Известно, кто начал. Известно. Какой лужиный накрадывается. Я думал этим ходом. И хрен был. Действительно, С5 было бы неплохо. Вот. Парти была умилая. Ну, я имел перевес, имел вот здесь, как бы, лишнее. Ну, опять С5 не советуют сыграть. Вот. Ну, хотя не уверен, что это сильно. Как бы, я считаю, что я имел большие шансы и мог, наверное, сыграть лучше. Ну, я много налажал, поэтому Евгений эту мячу... Какой-то заслужит так не надо, потому что, ну... Не то, чтобы тут что-то серьезно, на мой взгляд, с такими зевками. Я сыграл, просто побил. Это уже полное равенство. Взял, взял, взял. Товарищи Сталина не было другого выхода. Все побили. Разменялись, раздель от Гайка подальше. Хотя, может, было и пешку лямпнуть. Не ошибка, мне кажется, была. Убиваешься грабит, у них обычно нет. Я боюсь маты получать, поэтому... Их кто-то вынуждает. Так вот, надежненько. Обычно их вынуждает жертва своим наглым поведением. Вот всех... Дальше как угодно, да. Убийц, грабителей и насильников обычно вынуждают их жертву. Просто нули, как угодно. Кого-то бог вынуждает, там, голоса мы в голове. Кого-то рептилоиды. Варианты разные. Что происходит? Играем титулованный Торник. Последний тур. Пять с половиной очков. Осталась одна партия. Наконец-то отдохнем. Блин, пять с половиной какой-то хреновый результат из десяти. Ну, шесть с половиной хотя бы, может быть, в последнем туре кого-то обыграть. Так. Олег Старашенко. Стали осторожно рассказываться, как будто боитесь чего-то. Я ничего-то боюсь. Я боюсь административного преследования, уголовного преследования, отравления, мордобития. Я боюсь всего, что случается со всеми в нашей стране уже десятки. С десяти, ребята. Вот я всего этого, я боюсь. С десяти это больше половины. Вот. И, ну, куда уж осторожнее. Да, Хикару играет на два фронта. Вот. Титул для вторника выносит. Ну и, походу, то... Зачем Литва договор нарушила, запретила Калининград снабжать? Зомба, ну, давайте хотя бы для приличия посчитаем количество договоров, нарушенных известно кем, вот, до того, как обвинять в этом Литву. Вот перед тем, как обвинять Литву, давайте попытаемся хотя бы прикинуть сотни там договоров или тысячи нарушенных. Нарушенный, вот, ваший, условно говоря. Да, вот я тут полностью на стороне Яниса, да. Ни у кого не хватит ни силы. Давайте хотя бы порядок прикинем. Вот. Не хотите по-плохому, по-хорошему будет хуже.